Привет всем тем, кто родился в нулевых и кто застал расцвет эмо-культуры, а также мало развивающегося, но тем не менее, мобильного гейминга. Сейчас в Play Market или подобные сайты могут вам приложить около десятка игр, которые вы можете скачать, установить и играть на своем Android-устройстве. А вы помните, какие телефоны были раньше и каким был тот мобильный гейминг? Сегодняшнее видео посвящено именно этой теме. Сразу скажу, что я не буду затрагивать телефоны с двухсантиметровым экраном, на которые игры шли черно-белые. Нет, наоборот же, мы затронем более современные телефоны, такие как... Современные. Наоборот, мы затронем более такие... Я не знаю, как это назвать. Короче, затронем какие-нибудь телефоны подобие моего Nokia, к примеру, да? В те времена, как мобильный интернет, так и компьютерный были не такой уж и большой редкостью, однако позволить его себе могли не все. Переход по ссылкам на сайт был титанически трудным, поскольку ты не знал, куда залезть и что тебе нужно. Даже просто в разделе «Игры» ты все равно должен был что-то выбрать. В те времена очень часто пользовались популярностью игры по фирмам, а также игры с аналогом компьютеров. Правда, их перенос был так себе. «Вот скажи мне, юный зритель, знаешь ли ты игру Assassin's Creed?» Нет, я говорю вовсе не про компьютерную игру, а про вот это. Вообще игра, которая по сути никак не вяжется с каноном, разве что только упоминание каких-либо событий. В конце нас ждал убер-мощный босс, владеющий какими-то магическими артефактами, что вообще для вселенной Assassin's Creed не характерно. Не скажу, что я ее прям сильно знаю, но я спросил у того, кто знает, он сказал «Нихера подобного там нет». Игры, причем, кстати, были самые разнообразные, но самым счастливым людям выпадала возможность скачать игру на русском языке. Но самое блядское было то, что эти игры раз через раз обновлялись, и приходило вновь и вновь тратить интернет, чтобы скачать обновленную версию игры. И вообще раньше мало кто подозревал, что такое это слово «обновление». То есть скачал ты игру, поиграл, прошел, ну ладно, а потом ты узнаешь спустя время, что оказывается тут какие-то дополнения вышли. Ты спрашиваешь, что это, тебе говорят, новая версия, а у тебя ее нет, и интернет тоже закончился. Еще люди часто сталкивались с такой проблемой по поводу разрешения экрана. Иногда экран был чересчур маленьким, а на него приходилось качать игры с большим экраном. И либо не работала клавиатура, либо ни хрена не было видно, либо в конце концов ошибка Java приложения. Или же наоборот. Вот у тебя нормальный экран, а скачаешь, блин, с каким-нибудь двухсантиметровым, и нахера тебе это надо, спрашивается. Приходилось постоянно что-то выискивать, у тебя рябило в глазах, но ты все равно должен был проходить игру. И постоянно случались какие-то лаги, и это, блядь, бесило. Только потом ты узнавал, что оказывается есть полноэкранная версия, и это ты, дебил, не додумался ее скачать. А помните Человека-паука на таких телефонах? О, да, самая популярная была на тот момент третья часть. И не менее популярная вот это низкое разрешение экрана. Однако мало кто знает, что, блин, вышла в конце концов новая версия, и там до хрена новых уровней. Увы, этот момент застали только люди, которые тогда мобильный гейминг не забросили. Или только недавно начали устанавливать игры. Или, наконец, самые гениальные люди, которые разобрались во всем и вся, а не так, как мы раньше. И Человек-паук, кстати, был более чем разнообразным. Кроме третьей части, был еще Токсик Сити, который на разных версиях и на разных устройствах имел свои собственные характеристики. Однако некоторые, по сути, уровни не были обязательно никак не влияли на сюжет. Тем не менее, тут были такие плюшки, как боссы из Ultimate Spider-Man. Ну и, конечно же, тут доступен был черный костюм. И вот ты получаешь после прохождения всех заданий и получения достижений, и сбора книг. Еще не менее ламповой вышла Ultimate Spider-Man, где нам предлагалось поучаствовать в игре либо за Человека-паука, либо с самой пиздатой это Веном. Вот это, я понимаю, была игра. Еще ближе к десятым годам вышла Человек-паук Невероятная Сила. Нет, вы не ослышались, эта игра была доступна еще в... в то время. Но как бы, каким-то чудом она дошла и до наших времен, и перешла даже в АПК-андроид-версию. И да, кстати, именно такие популярные игры сейчас становятся портированы на андроиде. Хоть и не официально, конечно, но тем не менее. Ибо некоторые компании, такие как GameLoft, не часто выпускают нам подобные подарки. Единственное отличие, которым пользуются мобильная версия и андроид-версия, это обилие персонажей, костюмов, а также миссий. Похожая судьба была у игры Alien Quarantine, который, кстати, тоже сейчас доступен на андроид-устройствах. В чем различие, я пока не знаю, ибо не играл. А сама игра представляет собой поместь двух игр сразу, Dead Space и Resident Evil. Вообще, в то время было много разнообразных игр. Даже у Шрека была индустрия пиже, чем сейчас на андроиде. Но говоря об этом, сейчас на ютубе есть несколько роликов, возможно, великое множество, о прохождении джаба игр. Но тем не менее, сейчас они популярностью не пользуются. Поэтому, даже если вы найдете человека, который все же этим занимается, и если даже он будет из России, то наверняка это обычный скромный задрот, которому просто нечего делать, он выпускает ролики на ютубе, морально себя удовлетворяя. Кстати, с таким человеком я однажды встретился. Что ж, я не стал перечислять всех игр, которые тогда были. Но, по крайней мере, если вы человек, родившийся в нулевых или заставший это время, наверняка помните эти игры. И если вы помните, и у вас есть какая-то любимая игра, то напишите мне об этом в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а теперь я с вами прощаюсь, ибо меня сейчас проняла жуткая ностальгия, и я пойду зарублюсь в цивилизацию на Нокии. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Пока!